Последствия изменений в схеме движения по турбокольцу видны на расстоянии. Не успев подъехать, упираешься в пробку. И это, к слову, не час пик. Помимо легковых авто, здесь и грузовые. Для увеличения пропускной способности большегрузом проезд по большому кольцу временно запрещен. Но словно не замечая дорожных знаков, они движутся по своему маршруту, из-за чего замедляется движение на двухполосных съездах. Нет, не устраивает вообще. Отвратительно. Долго стоите в пробке? Да, и туда стояло обратно. Отвратительно. Настраивает ли вас новое движение по кольцу? Пока нет. Почему? Ну, что-то я долго стою в пробке. Насколько долго вы стоите в пробке? Да я не знаю, уже минут, наверное, 20 качусь. Катятся они, едут машины со всех четырех направлений. Поток настолько плотный, что даже мотоциклисты, которые бывают в пробку, проскакивают между рядов, здесь просто не втиснутся. Соответственно, и уступить дорогу транспорту спецслужб водители не могут. А если, например, ДТП, движение замедляется еще в несколько раз. В первый же день изменений столкнулись легковушка и фура. Пока водители между собой разбирались, кто прав, остальным пришлось искать пути обхода. Впрочем, большинство водителей с пониманием относятся к подобным изменениям. Говорят, что хоть сейчас и приходится постоять в пробке. Зато потом, когда турбокольцо полностью запустят в работу, проезд заметно разгрузится. У вас устраивает новое движение по кольцам? Отлично, молодцы. Отлично, да? Отлично. То, что делают, молодцы. А по-старому как было? Хуже. Сейчас вот делают правильно. Первый раз пока здесь еду, пока не знаю. Ну а как вообще в целом дорожная обстановка? Отличная вообще. Отличная, да. То есть вы едете и не понимаете? Вообще отлично все. Быстрее всех. Поток мог бы двигаться еще быстрее, если бы не многочисленные фуры. Вероятнее всего, некоторые водители не знали об изменении в схеме движения. Сотрудники ГИБДД просят быть внимательнее к новым знаком и заранее продумать свой маршрут. Анна Корязина, Дмитрий Хлебный, 41 канал.